В Челпанате сегодня стартует саммит глав правительств стран ЕАЭС. Как сообщает пресс-служба президента, Садыр Джапаров встретится с участниками Евразийского межправсовета и обсудит с ними вопросы сотрудничества и меры по углублению интеграции в рамках Союза. В целом, в Иссык-Кульской области Садыр Джапаров пробудет три дня после участия во встречах международного характера. Как отмечается, он отправится в рабочую поездку по области, где примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках 30-летия независимости Кыргызской республики, а также ознакомится с деятельностью промышленных и производственных предприятий. Отметим очередное заседание Евразийского межправительственного совета в Челпанате пройдет сегодня и завтра. В нем примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Беларуси Роман Головченко, глава правительства Казахстана Аскар Мамин, председатель правительства России Михаил Мишустин, глава Кабмина Кыргызстана Улгпек Марипов и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. В качестве наблюдателей в заседании примут участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Кубы Мануэль Мореро Круз. Глава кубинского правительства в Челпанату не прилетел, он будет участвовать в заседании посредством видеоконференцсвязи. В повестке дня стоят несколько вопросов. Главы правительств рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближение односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин. Кроме того, будет рассмотрен вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия. В Челпанате сегодня, кстати, открылся также третий кыргызско-российский бизнес-форум. Его участники обсуждают туризм на Великом Шелковом Пути, совместное развитие малой гидроэнергетики, логистики, цифровую трансформацию и финансовые технологии. О планах развития гидроэнергетики Кыргызстана участникам форума рассказал глава Минэкономфина Ахалбек Джапаров. По его словам, в республике планируется увеличить почти в два раза мощность производимой электроэнергии. Чиновник заявил, что в следующем году Кабмин откажется от перекрестного субсидирования, а ТЭЦ Бишкека будет переведена на баланс мэрии Бишкека. Отметим сейчас столичная теплоэлектроцентраль в составе ОАО электрические станции. Также зампред Кабмина объявил, что в стране будут созданы Национальный совет по воде и Государственная водная администрация в рамках развития гидроэнергетики. По словам Ахалбека Джапарова, в ближайшее время ожидается, что президент Садыр Джапаров подпишет соответствующие указы. Кыргызстан направит в Афганистан гуманитарную помощь и примет оттуда 500 студентов для обучения в вузах нашей страны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отмечают, что министр Руслан Казахпаев обсудил эти вопросы с временным поверенным в делах США в Кыргызстане Алланом Мельцером и заместителем главы дипмиссии Соединенных Штатов Санатой Колтер. Отмечается, что американские дипломаты поддержали решение Кыргызстана в намерении помочь Афганистану и заявили, что готовы профинансировать со своей стороны обучение 150 афганских юношей и девушек в Американском университете Центральной Азии. В свою очередь, Казахпаев выразил благодарность Соединенным Штатам за совместную с казахской стороной эвакуацию 15 граждан Кыргызстана из Афганистана. Министр также сообщил, что наша страна отправит туда в первую очередь продукты первой необходимости по мере стабилизации обстановки и обеспечения безопасности воздушных судов. Тем временем, ситуация в Афганистане, по сообщению Управления ООН, по делам беженцев постепенно стабилизируется. Жители Кабула, как отмечается, выходят на улицы и заняты своими повседневными делами, открылись некоторые рынки. При этом город патрулируется вооруженными членами группировки Талибан. Страну, они, напомним, вновь переименовали в Исламский Эмират Афганистан. В ближайшее время, как сообщает рейтер, руководство талибов намерено объявить состав нового правительства. Представитель движения Вахидулла Хашими сообщил журналистам, что в Афганистане могут принять форму правящего совета под общим руководством верховного лидера группировки Хайбатулы Ахунзаде. А вместо Конституции и других законов будут действовать только нормы шариата. Госдеп США выступил с заявлением в адрес талибов. Соединенные Штаты требуют, чтобы новая власть в Кабуле пропустила в аэропорт всех желающих покинуть Афганистан. Отметим, сейчас аэропорт Кабула контролируется американскими военными. Еще одна территория, куда еще не добрались талибы – это провинция Панджер. Там вооруженное сопротивление талибану оказывают силы под руководством вице-президента страны Амрулы Салеха и сына покойного главы Северного Альянса Ахмада Масуха. Накануне последний обратился к США и странам Запада с просьбой помочь им оружием. Меж тем стало известно, куда бежал президент Афганистана Ашраф Гани. МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что приняли его и его семью на гуманитарных основаниях. Сам Гани впервые после бегства обратился к афганцам. Он заявил, что против него его же сторонники вели заговор и, чтобы предотвратить массовое кровопролитие в Кабуле, вынужден был покинуть страну. По словам Гани, он до этого вел переговоры с талибами о мирной передаче власти. Опальный лидер Афганистана при этом опроверг сообщение о том, что он взял с собой большие суммы денег, когда бежал из президентского дворца. Гани пообещал, что в ближайшее время вернется на родину. В Кыргызстане почти каждый день происходят смертельные ДТП. Минувший ночью в Адбашинском районе на 407-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугард. Водитель автомобиля Форт Мондео не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Как сообщает МЧС, в результате происшествия погиб один мужчина, еще двое пострадали. Их с различными травмами доставили в больницу. Об еще одном смертельном ДТП сообщили из Таласской области. Там на трассе Талас-Тарас Сусамыр водитель 470-го Лексуса сбил мальчика, переходившего дорогу. Ребенок от полученных травм скончался. Отметим по данным ГОБДД, за 7 месяцев этого года в ДТП на дорогах Кыргызстана погибли 394 человека, а пострадали почти 6000 человек. Количество автоаварий выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев на 21%. Погибли 44 ребенка. Как сообщает ГОБДД, причины частых аварий – преступная небрежность и излишняя самоуверенность водителей. Задержали иностранца, который, что называется, хотел кинуть жителей Иссыкуля на 2 миллиона 300 тысяч сомов. Как отмечается в сообщении УВД региона, на днях в милицию обратился житель села Барскон. Он пожаловался, что в начале августа мужчина по имени Али приобрел у него более полутонны абрикосов на 29 тысяч сомов. Деньги за фрукты он обещал отдать через неделю, но скрылся, так и не рассчитавшись. Милиционеры задержали его в аэропорту Манас, когда тот хотел вылететь из страны. Подозреваемым оказался 40-летний гражданин России. Следствие выяснило, что он причастен к 60 фактам мошенничества. Получив от жителей района абрикосы на 2 миллиона 300 тысяч сомов, мужчина так и не расплатился. Выборы мэров Бишкек и Аша будут безальтернативными, а в Токмаке за пост городоначальника будут бороться два кандидата. Накануне, напомним, завершился прием документов для регистрации кандидата в мэры трех городов. В Бишкеке единственным претендентом на пост главы муниципалитета так и остался Айбек Джунуш Алиев. Коалиция меньшинства в Гуркинеше не стала выдвигать своего кандидата. Джунуш Алиева, напомним, выдвинули премьер Улукбек Марипов и коалиция большинства. В Аше депутатам Гуркинеша также предстоит выбрать мэра только из одного кандидата. Кроме исполняющего обязанности мэра южной столицы Алмаза Мамбетова, бороться за кресло городоначальника больше никто не захотел. А в Токмаке мэром хотят стать два человека и ожидается хоть какая-то политическая конкуренция. Коалиция меньшинства в Токмакском Гуркинеше накануне выдвинула кандидатуру Азата Кубатпекуулу. До этого, напомним, депутат Урмат Самаев был зарегистрирован в кандидаты на пост главы города. В некоторых школах столицы и Чуйской области директора угрожают еще не привитым учителям увольнением. Об этом в соцсетях написали некоторые пользователи. По их данным, руководители учебных заведений рассылают в рабочих чатах сообщения с предупреждением. Либо ставят условие, что с началом учебного года еще не вакцинированные учителя и сотрудники должны будут еженедельно сдавать ПЦР-тесты. Министерство образования, отметим, ранее заявляли, что вакцинация – это дело добровольное, никто никого заставить не может. При этом ведомстве настаивают, для того, чтобы в школах и вузах обучение началось в традиционном формате, не менее двух трети учительского состава и других сотрудников должны быть провакцинированы. Напомним, в том числе и для этого начало учебного сезона в этом году перенесли на 15 сентября. К сегодняшнему дню, по словам заместителя министра образования и науки Надиры Джусубековой, вакцинировались только 53,5% педагогов. Для того, чтобы 15 сентября учебный процесс начался в традиционном формате и в каждой образовательной организации была создана безопасная среда, каждый работник образовательной организации должен проконсультироваться с врачом. И если нет серьезных противопоказаний, то вакцинироваться. Это и есть безопасные такие условия для того, чтобы мы могли начать учебный процесс в традиционном формате. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok